здравствуйте дорогие друзья вновь эфире передача просто о вере и я ее ведущий священник сергий рыбаков дожили рождество 2023 года долго мы шли в течение 40 дней постились но кто-то кто постился кто не постился но регулярно включал телевизор в понедельник половину восьмого вечера знают что мы определенными диалогами разговорами размышлениями готовились к этому празднику рождества и вот сегодня рождество признаюсь самые сложные беседы и самые сложные передачи получаются именно в дни праздников потому что складывается ощущение что но уже мы все проговорили и уже ну как к этому празднику еще можно подойти так чтобы это был разговор новый но хорошо не забытым старым и вот сегодня мы в студии решили поднять тему а вообще праздник рождества ведь это фактически в богослужебном году единственный церковный праздник который нас учит праздновать но у нас не один такой праздник церковный как рождество не обставлен ну конкретным антуражем во первых огромное количество лиц участников этого события во вторых все эти елки вертепы калятки хождение к друг другу в гости система подарков и прочее песнопения тут тебе не только церковные богослужебные которые за службы поются но и поются дома поются на улице и так далее так далее как будто бы церковь нас через праздник рождества вообще учит праздновать мы поговорим о калятках и о способах народного празднования этого праздника чуть позже а сегодня вдруг возникло желание поговорить а почему сознание очень многих людей все что происходит в храмах в этот день воспринимается как некое бесконечное отыгрывание сценария детского спектакля водка на рождество принято чтобы дети собирались воскресных школах и каким-то образом театрализовывали праздник рождества и у людей складывается впечатление и по мере они останавливаются на таком восприятии праздника что это какое-то бесконечное просто отыгрывание и как это сделать живым мы поговорим сегодня с нашим гостем отцом николай отец николай здравствуйте отец николай с праздничком праздник с праздничком с праздничком с рождеством опять же живые разговоры в свободные свободной неформальной непринужденной атмосфере я признаюсь вот тот вопрос который мы вынесли в заглавии сегодняшней встречи а мы хотим сегодня поговорить как бы про два наверное передачу будет стать как бы из двух блоков с одной стороны как не превращать рождество вот в этот самый праздник а с другой стороны что в качестве подарков на сам факт события бога воплощения нам всем преподнесло там как бы в тропаре появится воссиял это рождество воссияло нам свет разума вот что это за такое что в нас должно воссиять в нашем разуме какие новые смыслы озариться должны мы вот об этом сегодня поговорим но для начала я вот делаю вот эту подводку я просто действительно вспоминаю один давно разговор с молодым человеком который с таким скепсисом циничным почти вот высказал говорит ну чё это но у вас так такое же театральное представление вы как вот условно говоря играете каждый год в один день один и тот же спектакль как играют там не знаю как в каком-нибудь самарте в театре оперы балеты там и так далее вот как на ваш взгляд давайте с такого общего вопроса сделать так чтобы рождество праздник рождества богослужение не воспринималось так ну я бы наверное этому молодому человеку сказал что это один из смыслов гори в аду нет на самом деле вот на прошлой программе мы с вами говорили об образе церкви как древо здесь много колец и эти кольца означают некие смыслы и вот один из смыслов возможный это есть хождение по кругу вот этих церковных праздников где эти события отыгрываются каждый год рождество похороны христа воскресение христа преображение и так далее весь наш годовой смысле цикл богослужения это же в принципе опять таки отыгрывание древнего религиозного паттерна то есть если мы посмотрим до христианскую эпоху все было то же самое в язычестве тоже и кстати интересно читать например апологетов второго века которые над язычниками смеялись что они так делают ну что говорит своего осилиса хоронить он у вас потом воскресает и так каждый год вот интересно да что вот в плане того тождественная ли церковь сама себе да что вот в церкви был второй век когда христиане над этим смеялись но вот зря смеялись как говорят пословица да в чем кого судишь что он сам и побудешь если бы этот апологет дожил до наших дней он бы с ужасом увидел что мы делаем также то есть вот этот древний религиозный паттерн годового цикла земледельческого в основе конечно же он был перенят и христианами со временем тоже и я бы сказал там удовольствием что это одно из колец нашего древа то есть я бы не стал этого скажем стыдиться или пытаться отмежеваться от этого смысла но я бы ему указал на то что если он этим не удовлетворен значит он ищет более широкого смысла и надо его искать и вот я как раз хорошо что вспомнили из предыдущей нашей встречи на образ дерева закончили то мы ведь тем что если посмотреть сверху туда кольца если как будто бы чуть-чуть поменять угол зрения увидеть это в некой 3d модели то мы увидим движение по спирали не там даже в принципе я извиняюсь перебиваю кольца так устроены что каналы идут вертикально внутри колец то есть там движение вертикальное а на срезе они будут представлены вот и в связи с этим мы тоже сказали что ну вот как бы новое обновление предполагает рост и развитие я я всегда студентам в политехе когда преподаю я всегда употребляют метафору что на самом деле человек находится в некоторые скрутки а если не человек то в принципе любое событие в как скрутки серпантина когда мы берем и сердцевину начинаем вытаскивать он начинает развиваться в общем когда мы говорим о человеке его развитие то мы говорим о том что все в нас есть в скрутке и в церкви все есть в скрутке надо тянуть чтобы вот эти вот витки спирали восхождение вверх движение вверх осуществлять как осуществить что можно сделать для того чтобы ну условно говоря исхождение по кругу выйти на уровень, хотя бы на шажочек подняться выше. Мне кажется, вот тут как раз тайна, о которой мы в прошлой передаче тоже говорили, тайна рождения. И когда человек перестает довольствоваться смыслом предыдущим, это как раз с одной стороны, и для него самого это тревожно, да, это какой-то травматичный такой момент. Так же, как и роды, достаточно травматичный момент. С другой стороны, это как раз вот потенция к родам, к рождению. И здесь ведь сложность, как мне кажется, в том, что этот смысл мы сами рожаем. И не все хотят и готовы к этой боли. Так же, как есть движение там Child Free, да, то есть многие девушки современные не готовы к этой боли, их тоже можно понять. То есть они боятся этой травмы и боятся этой ответственности, которая рождается вместе с этим ребенком. Поэтому здесь, я думаю, не будет универсального ответа делать так и так, то есть тот механизцизм никакой невозможен. Но вот когда ты начинаешь испытывать тревогу, что прежние смыслы отжили, у тебя, значит, ты встал перед выбором рожать себе новый смысл или ну как бы, а с другой стороны, если не рожать, то есть если ты уже встал, ты уже беременен. То есть здесь уже назад не отмотаешь, это будет просто страдание, тоже страдание, но ты будешь бесконечно ходить, подходить к батюшкам, говорить, это все бессмысленно. Почему человек вообще приходит и говорит об этом? Почему это его задевает? Да. Почему он не может с этой правдой какой-то остаться на идее? Ну, театры, театры, не ходи. Но его это мучает, потому что он осознает свою беременность и осознает свой отказ от того, чтобы родить новое. И здесь вот можно, конечно, человеку об этом показать, и может быть, это ему поможет решиться на этот шаг и сказать, да, я знаю этот цикл, но для меня он уже играет второстепенность, а мне главное, вот именно рождение нового в себе, например. Вот можно перейти как раз к нашему второму этапу передачи, поговорить о подарках Рождества, что оно высеивает каждый год, а может быть именно проблема вот этой вот беременности, условно говоря, смыслом, когда ты зачал смысл, но он еще пока в тебе зреет, растет, еще ты пока не разродился, в качестве запроса он в тебе существует, может быть, это как раз то самое высея мирове свет разума. Вот. И чтобы к этому блоку как-то вот нашему перейти, логично, скажу о том, о чем мы вот относительно недавно, я в этом году, кстати, поделюсь, решил вот в нашем клубе, на нашем приходе провести примерно тоже, я не знаю, как это организовал митрополит Антоний у себя в общине, но решил попробовать, он устраивал такие рождественские и предрождественские и великопостные говения, ну то есть фактически это когда собирается община и о чем-то очень важном, смысловом размышляют в преддверии праздника. Вот мне кажется, одна из главных причин, почему у нас все в бесконечное отыгрывание превращается, это потому, что мы к этому празднику не готовимся. Вот при том, что мы готовимся сорок дней, мы не готовимся, потому что там просто диета или там какие-то вот воздержания, самобичевание, то есть это вот самозамкнутая какая-то система на самом себе. А ведь не даром ведь у любого праздника есть предпразднство, есть празднство, есть попразднство. Очень важно, как ты в праздник входишь, как ты его празднуешь, как ты из него выходишь. И вот давайте, переходя к нашей второй вот части, просто в диалоге попытаемся поделиться, может быть, какие смыслы, какие подарки. Отец Николай, например, чувствует, что праздник, событие, вернее, даже не только праздник Рождества, событие Бога воплощения, какой дар главный отец Николай схватывает и воспринимает. Вот что Христос, что воплотившийся Бог в качестве возможностей или подарков он дарит отцу Николаю? Ну, это будет серпантин смыслов. Если так начинать с самого начала, там, с 18 лет, то это был, ну, первично это был дар, что жизнь имеет смысл, что смерть не конец. Это, может быть, это и до сих пор меня тоже греет. Хотя уже, конечно, не в то, не с той интенсивностью и какие-то вещи я могу уже немножко, скажем, деконструировать в этом плане, да, они уже не настолько важны становятся. Это первая точка такая встречи. Потом, потом был виток вот именно осознания какой-то своей греховности на фоне любви Бога ко мне. И это тоже давало энергию, давало смысл двигаться дальше по этим кругам. Вот. А на сегодняшнем этапе, скорее всего, это такое осознание того, что любовь Бога безотносительно. И здесь, конечно, нивелируются там собственные усилия. С этим тоже трудно, потому что они нужны. Вот. Просто, когда тебе говорят, что не нужно трудиться, да, есть такой потенциал прекратить движение вовсе. Вот. Но чувствую, что это не то. И вот поиск вот этого баланса, сколько нужно усилий, а сколько не нужно, и куда их направить, это тоже как рождение нового смысла для меня сейчас. Вот. Поэтому это, наверное, основной дар, что я перестал вот невротизировать эту ситуацию спасения, скажем так. То есть я осознал, что если Бог и есть любовь, то она точно безоценочная. Потому что любая другая любовь слишком похожа на человеческую. Это не будет для меня откровением. И тут вот тонкая такая тема, если мы говорим про рождение, да, про Рождество, про рождение нового смысла в том числе, да, то я бы сказал, что мы можем говорить и о рождении нового Бога в каком-то смысле. Не такого нового, как не Христос, да, но настолько отличающегося, скажем, от ветхозаветного представления о Боге, как старое от нового на самом деле. То есть были, конечно, в истории церкви ереси, которые вообще расчленяли эти темы. Но именно вот видение церкви как целого, как структуры дерева там, да, оно мне позволяет не обесценивать то, что было, а принять это как данность. Но при этом не останавливаться на этом. И вот рождение, скажем, нового Бога в том смысле, что Бога, который... Ну, наверное, не нового Бога, а новых отношений с Богом. Ну да, но они настолько могут быть вот именно отличные, даже по моему опыту там, двадцатилетнему, что можно даже так сказать. Вот именно, что когда ты живешь с человеком там 10 лет, 15 лет, и в какой-то момент он открывается тебе как новый. Вот на самом деле новый. Как будто ты его не знал совсем. Вот эта глубина, она и пугает, конечно, одновременно, но и опять-таки то, о чем мы говорили, она непрогнозируема. То есть это... И поэтому вот для меня дары, там, Рождества, это возможность посмотреть на Бога и на отношения с Ним по-новому. И это не всегда как бы получает... Ну, это не цель, скажем так. Но когда это происходит, это дает какой-то очень мощный толчок двигаться дальше. А что преобразилось в плане практик? В плане практик? Ну, то есть вот... Богослужения? Богослужебные практики, духовные практики, там, не знаю, покаяние, молитва. Я стал меньше мучить прихожан на исповеди. Я думаю, они будут благодарны мне за это. Но поясню для зрителей, конечно, я специально никого не мучивал и не насиловал на исповеди. Но я вспоминаю себя в отправной точке, когда меня рукоположили в священный сан. Это было в 2009 году, как сейчас помню. Вот. Кстати, в сан священника как раз в Петра и Павла мне рукополагал Владыка Сергий. И я проецировал, естественно, свой... Свои отношения с Богом проецировал на жизнь прихожан. И иногда это выглядело, конечно, конфузно, когда я, ну, например, не мог принять человека на исповеди, если он говорил, что вроде бы не в чем. То есть вот я не мог эту ситуацию допустить, что человеку не в чем кается. И вот у меня была любимая страсть, это была гордыня. Вот. Ну, то, что я знал, что гордыня – мать всех грехов. Это пишут святые отцы. Поэтому, обладая этим инструментом своего знания, я под микроскопом изучал душу любого исповедника и находил в ней гордыню. Бывало даже, что, ну, как бы, видя мой такой задор юношеский, люди поумнее соглашались со мной и каялись в гордости, которую я насаждал видимо свое. Вот. А бывали, что люди до последнего, до последнего сопротивлялись. И даже вот такой был для меня сейчас как бы позорный, конфузный случай, что была женщина, которую я не допустил до причастия, потому что она не согласилась со мной, что в ней есть гордыня. Я сказал, тогда вам, наверное, неполезно будет сегодня причаться, и она ушла не причащать. И потом, через десяток лет мы с ней встретились, и она мне напомнила. Я об этом уже забыл абсолютно, потому что я был уверен, что впоследствии у меня, ну, как бы, моя литургическая жизнь такова была, что я, наоборот, ну, способствовал, чтобы люди причастились, несмотря ни на что. И вот этот момент она напомнил, я вспомнил, а на самом деле так оно и было. Поэтому, если говорить о том, как изменяется практика, я становлюсь более инклюзивным, что ли, да, то есть я могу допустить ситуацию, когда человек не увидит, в чем он может покаяться, и я не буду ковыряться в нем. Ну, это, для меня сейчас это важно, потому что это какой-то такой вот именно бережный подход, когда ты даешь взрасти тому, что есть. Это подход лао-дзы. Возможно. Лао-дзы говорил, что если ты не воспитываешь человека, он растет сам. Вот. И в этом смысле, мне кажется, прекрасно, что мы... Я тоже, ну, просто не хочу превращать сегодняшний эфир в такие пастырские исповеди публичные, но мне кажется, все, как у любого врача есть свое личное кладбище, так и у любого пастыря есть, ну, условно говоря, духовное кладбище, где похоронены человеческие иногда стремления, какие-то ожидания и прочее-прочее. И вот что-то у меня вылетело из головы, что я хотел сказать все здесь с этим. А, ну да, и то есть главное-то вот откровение, мне кажется, это то, что ты должен сделать два шага назад. Предоставь Богу действовать и вообще будь очень тактичен в отношениях человека и Бога. Ты там как бы вообще не сердцевина ни разу. Вот. А вот слушая вас, тоже интересно, вот в этом году, как некое откровение, я просто поделюсь и тоже своими подарками, вот, что мне подарил. Я просто никогда не осмыслял праздник Рождества, он как бы, ну, Рождество, Рождество Христово, и воспринимается уже сразу в перспективе миссии взрослого Христа, когда он 30 лет выходит на проповедь и в конечном итоге распинается, воскресает и так далее. И как бы праздник Рождества как будто уходит на периферию, он становится малозначимым по сравнению с Пасхой или по сравнению с вознесением. Вот. А тут вот я вдруг решил попробовать быть в моменте здесь сейчас. Вот здесь сейчас меня церковь ставит перед вертепом, в котором лежит Богомладенец. И мне нужно вообще, то есть, в себе воспитать определенную практику острого зрения. То есть, мне надо по-хорошему быть вот здесь и сейчас и смотреть на него именно как на человека. И я вот, мы с прихожанами, я тоже на эту тему общался, что удивительно, ведь рождение человека, вернее, воплощение Бога в человека способствует тому, что Бог приобретает голос, который, по которому его узнают. Крик сначала. Вот раньше-то, видите, голос Божий, этот, как он там, не помню, как он звучит по красивым терминам, да, громотон какой-то там, не помню. Вот. Он был нестерпим для человеческого уха. А теперь он обретает тот голос, по которому Мария у гроба узнает его, и он перестает быть вертоградарем, вот, начальником кладбищ. Петр способен прыгнуть из лодки, откликнувшись на этот голос. Если это ты, Господи, вели мне идти по водам. Ну, если бы просто был бы жест, не пошел бы. То есть, именно важен был голос. Голос, который отличит Бога от призрака. Христос обретает руки, которые, опять же, протягиваются к тому, кто тонет, касаются того, кто там расслаблен или еще что-то. То есть, дистанция между человеком и Богом сокращается. Раньше ты не мог себе помыслить, там, будучи в Ветхом Завете, что Господь может к тебе прикоснуться, или что Он тебя может позвать. Только заднее что-то можно увидеть. То есть, это Моисей. Да, да, да. Вот. Да, и если уж говорить про Моисей, то ты должен упасть ниц перед неопаленной купиной. В расщелину куда-нибудь забиться. Ты не можешь ни смотреть, ни слышать, ты затыкаешь уши, потому что этот голос для тебя нестерпим. Очень важно, что Бог обретает глаза. Потому что для чего ему глаза? Не только для того, чтобы видеть, это понятно. Но ведь мое достоинство... Вот мы тут за некоторое время до встречи с вами общались с Юрием Пермяковым, говорили о чести и достоинстве человека. Мы, правда, это не проговорили. Это я уже позже потом рассмысляю все сказанное. Пришел к выводу, что мое достоинство ведь это не то, что я манифестирую. У меня достоинство. И так далее. А это то, что способен, например, отец Николай увидеть. Вот он увидит, разглядит во мне мое достоинство. И мое достоинство, оно только в глазах смотрящего. Бог смотрит на меня и видит мое достоинство. И этим мое достоинство мне же и возвращает. Вот какой-то удивительный рост. Этот младенец обретает имя. Вот о чем мы с вами говорили. Вы, правда, с этой темой не очень согласились. Но я далек от имя Славия и от имя Божия, когда там имя становится какой-то чуть ли не личностью. Но возможность мне обратиться к нему по имени, опять же, в условиях ветхозаветной традиции, когда имя Божие поминать в суе напрасно и вообще произносить это имя нужно с каким-то... Ну, чтобы не поминать, решили вообще его не произносить. Да, да. Вообще вычеркнуть его. То есть писать эти четыре буквы, но уже не помнить, не знать, как они произносятся. Вот так называемый тетрограмматон. А, вот где грамматон. Да. Ну, в общем, да, про голос я не помню, как он называется. И вот это удивительные вещи, что я могу к Богу прикасаться, я могу Бога, условно говоря, брать на руки. Ну, понятно, я его не беру уже. Столько атрибутов человеческого, да? То есть все. Да, да, да. И вот это вот как будто бы освещение человеческой плоти, человеческого тела. Почему как будто бы? Ну, не как будто бы, освещение. Освещение. Освещение в значении не в смысле, вот как часто люди понимают, осветить квартиру, в смысле почистить ее, там, вычистить все дурное и отвратительное. Батюшка приходит гонять чертей из угла в угол, там, и так далее. Нет, осветить в смысле выделить. То есть то, что никогда нами не выделялось, воспринималось как само собой разумеющее. А с другой стороны, вот это замечание, как будто бы освещение плоти, оно на самом деле укоренено и в традицию церкви. Потому что у нас очень много таких скрытых монофизических высказываний отцов, которые как будто бы это тело-то до конца и не принимали. Как будто бы его чуралися. Как вот апостол Павел тот же самый. Это тело со страстями и похотьми, мы должны вообще его похоронить. И в чем-то даже благодаря этим, как бы, тенденциям мысли христиане приобрели практику могильщиков жизни. Апостол Павел вслед за древнегреческими философами пошел? Ну, очень похоже. Или это, опять же, наша проекция? Может быть, я не знаю, но эти слова есть. И они приобрели очень большой вес. И в аскетической практике тоже. Люди лишали себя еды, воды, сна всех, чтобы больше получить от Бога других удовольствий, настоящих истинных, подлинных. Вот. А здесь, ну, для меня, как для христианина 21 века, открывается уже то, что если Бог реально воплотился, значит, Он хочет, чтобы мы в этой плоти учились жить и воспринимать. И это и есть подлинное. То есть, это некий новый все равно смысл, новый тезис, что телесное равно подлинное, что временное может быть подлинным. Потому что тезис, когда мы обесцениваем телесное, оно обесценивает и временное тоже. Ну, что мне это тело? Оно поживет там 60-70 лет. И так, в принципе, я и считал. И многие христиане так считают. Но как мне сейчас резонирует вот такое отношение с Славами Христа. Если ты в чужом был неверен, кто даст тебе твое? Да, ты считаешь это неподлинным 60-70 лет пожить во Вселенной, где, возможно, нет вообще никакой другой жизни. Возможно, мы единственная осмысляющая точка, пульсирующая этой Вселенной, ее на самом деле центр, в котором все должно вращаться. И ты, потому что, я вот смотрел удивительный ролик на Ютубе иностранный, где время Вселенной увеличивается по экспоненте, то есть каждую там секунду или 10 секунд время начинает течь в 10 раз быстрее. Ну, то есть, 10 секунд прошло ролика, время ускорилось. А, да, я понял. И там вся жизнь Вселенной. И вот наша жизнь здесь на Земле, когда солнце уже взорвется, его не будет, оно занимает даже не вспышку, даже не искра, это намного меньше. А все остальное время это будет постепенно темнеющая Вселенная, гаснущие звезды, и потом уже гаснущие черные дыры, и потом уже не останется ничего. И это занимает 99,99% всего. И то, что ты 60 лет, 70, 50, 40, 20, можешь здесь жить, осмыслять, творить, чувствовать, это самое яркое, что есть во Вселенной. Возможно, так оно и есть. И тогда это становится подлинным. Тогда бабочка, которая живет сутки, становится для тебя подлинным смыслом, подлинной истиной, откровением жизни. Вот это, может быть, тоже один из даров, который я вот пытаюсь как-то его осознать для себя в том, что это настолько, на самом деле, грандиозно. Если говорить о новизне, если говорить о том, что 60 лет этот пробег длиной в вечность, на самом деле, то как ты будешь относиться уже к одному своему дню? Если раньше ты мог их складировать в бессмысленность, в пустоту, в рутину, в зависимости от чего бы то ни было, то с таким подходом это становится делать уже трудно и невозможно, потому что это, на самом деле, ценный дар. Оно становится даром, когда мы понимаем, что Бог истинно воплотился. У него был, вот, и мне кажется, откровение там 21 века, да, когда мы принимаем уже, пытаемся принять свою телесность, что у Христа, у вас должны быть те же чувства, но у него были чувства такие же, как и у нас. У него была радость вкуса, радость общения, радость встречи, печаль поражения, там, я не знаю, и тогда он становится ближе. Отец Николай, время нашей передачи подошло к концу. Мне кажется, мы, ну, смогли, опять же, вот, как мы сидим друг от друга на каком-то расстоянии между нами, создается в диалоге, в разговоре определенное напряжение смыслов, которые, мне кажется, помогут юноше, вот, в самом начале передачи упомянутому, и иже с ним, людям, которые мыслят себе так же, переживают, чувствуют себя беременными, но не разродившимися смыслами, помогут сделать вот этот вот виток вверх. Мне кажется, если мы с таким осмыслением войдем даже в богослужение, привычные тексты для нас, тропари, кондаки, стихиры, евангельские, апостольские чтения начнут слышаться иначе. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Вас, дорогие друзья, мы поздравляем с Рождеством, храни вас Господь, с праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова